академия порядочных парней с кем же встречаются популярные рэперы и исполнители я думаю что все заметили что у звезд шоу-бизнеса очень отменный вкусный красивых девушек зачастую это популярные личности красивые модели телеведущие и так далее сегодня у нас будет топ самых горячих и красивых девушек рэпера ставь лайк если тебе тоже нравятся девушки и пиши комментарий какая девушка самая красивая и горячая ну и давайте сразу наберем 15 тысяч пальцев вверх чтобы нам всем повезло в отношениях поехали делара зина тулина более известная как девушка а уже теперь и жена моргенштерна недавно только отгремела их огромная свадьба для тех кому интересно полный разбор свадьбы моргенштерна есть на канале переходите и смотрите так вот о самой паре познакомились они еще задолго до популярности алишера но в какой-то момент они расставались зато теперь связаны кое-чем большим чем просто отношениями сейчас они в браке видимо реально любят друг друга а можно я подумал что а что там вода газированная можно за за спиртом спасибо у это можно девушка помимо того что ходит на все шоу с алишером еще и принимала участие в нескольких его клипах где морген там и слава марлоу и его девушка карам бэйби познакомились лично в питере в интернете познакомились как ты помнишь сообщение какое было кириллу дизинку срочно нужен ты спасибо я не умею работать а работать интересно а карина попала в клип до или момент их отношений хотя это неважно наверное самая милая пара в на русской эстраде не знаю можно ли их так назвать но пусть будет до чего уж тут говорить они даже на премии мус тв выступали вместе да и на свадьбе оли шара они были тоже вместе внимание посетители интернета абонент покажет нам сейчас как мы упаковали это главный фактор того что они до сих пор неразлучны хотя были слухи что карина ушла от славы к тиктокеру дани милохину но мы все не так поняли дело в том что они снимались для шоу-блогеры и дороги и лишь поэтому часто бывали вместе вот и вся история милохин домой просто далее мы не можем обойти одну из самых красивых пар новой школы а именно майот и ауджи буда постоянно убиваю биты на битмарям это нравится я постоянно помочь я постоянно торможу ой то есть майот и инстрина между прочим они как и слава с кариной были на gq и отвечали на вопросы всем привет это майотик это моя мадам инстрина и сегодня она или я не знаю будет проверять насколько я хорошо или она знаем блогерша имеет более 600 тысяч подписчиков в инстаграме а также более 2 миллионов подписчиков в тик токе в данный момент судя по инстаграму и тик току блогерши они находятся в отношениях сам же исполнитель особо не публикует совместные фото и видео да и вообще как по мне фанфики с буду выглядят куда веселее чем что-то настолько простое как иметь обычную девушку а вы как считаете кто больше подходит майоту буду или ирина ну и конечно же мы затронем свежее расставание в этом году а именно обсудим бывшую жену элджея для тех кто в танке его бывшая жена это насти ивлеева 15 сантиметров 15 сантиметров 50 плюс минус 15 сантиметров элджею крупно повезло что он смог урвать настолько красивую девушку различные съемки для журналов ведущая в шоу орел и решка и многое другое как же ему удалось заполучить ее сердце все очень просто он посвятил ей песню к сожалению для них звездная пара рассталась официальная причина их расставания разный стиль жизни а вот же для ивлеевой оказался слишком медленным короче там другой вайб другой другая динамика жизни и просто когда допустим было на решке и меня там не было подолгу по три недели в командировках пропадали то что там эффект скучания он как бы нарастает и когда ты с человеком встречаешься на короткий период там нет возможности разобрать вот эти детали кто куда-то стремится кто-то более медленный то есть все у вас короткое время нужно соединиться провести классное время вместе и вывод в этой но зато теперь настя вновь продолжил радовать аудиторию горячими фото а также подогревать интерес к своей персоне ну что когда если не в этом видео полноценно разберем бывшую девушку егора крита валю карнавал вот зачем зачем а за их расставанием следил весь рунет настолько нужно обидеть друг друга чтобы записать взаимные диссы взаимно обиженные исполнители не смогли расстаться быстро говорят что криту не понравилась новая прическа вали и началось волны ненависти перепалки в инстаграме прямые эфиры и ни один человек из сотен тысяч которые писали мне грязь и обливали меня просто помоями все эти дни ни один из этих людей не является господом богом и ни один из этих людей не имеет права не имеет никакого даже самого малейшего права чтобы решать как мне выглядеть чтобы решать как мне одеваться но в общем вы поняли валю начали гнобить потом ее же фанаты начали гнобить егоров хотя их отношения официально до сих пор ни одна сторона не подтвердила как и расставание что очень забавно не думаю что когда-нибудь мы узнаем правду об их отношениях но расставание позиционировалась как очень болезненно и для обоих вот борюсь последние несколько месяцев с паницей каждый останется при своем мнении мы не беремся их судить но вы же комментаторы вам можно кто прав в их конфликте пишите в комментах кто-то сказал тимати не думаю наверняка послышалось но раз такое произошло давайте вспомним кто же с ним встречался на протяжении ближайших лет в те далекие времена он встречался и даже женился на анастасии волконской или жерештовой хотя официального подтверждения их брака все же нет причиной расставания до боли простая после шести лет они просто изменились и видимо надоели друг другу далее тимур отправился на шоу холостяк где повстречал свою следующую избранницу катя сафарова была его следующей девушкой но отношения долго не продлились еще бы до сих пор никто не нашел себе избранницу на долгое время после шоу холостяк и видимо их отношения тоже были всего лишь шоу сейчас тимати встречается с сашей дони как говорят это копия с али экспресс алены шишковой украинская модель была замечена с тимуром в греции на совместном отдыхе как вы думаете эти отношения продлятся долго или же это снова какой-то пиар-ход теорий много но все что я могу сказать поживем увидим поэтому сейчас пиши в комментарии все-таки какая блондинка лучше шишкова или доня бывшая девушка ивангая нынешняя девушка рэпера фейса марьяна рожкова более известная как марьяна рог расставание с вами русским или же ивангая мы обсуждать сегодня не будем это немного не по теме скандал на скандале зато когда она нашла себе нового ивана девушка не слабо так повзрослела и даже снялась для журнала максим марьяна во многом известна своими скандалами а также странным поведением но и без мемов не обошлось одна из самых горячих девушек как не в нашем топе но мое мнение можно оспорить в комментариях но лучше этого не делать я предупредила далее давайте немного вспомним старую школу а точнее рэпера гуфа чели до могилы от колыбели с утра понедельника до вечера конца недели от зубных кто же был его пассиями все мы знаем про его жену айзо они были в браке продолжительное время и у них даже родился сын между прочим айза тоже как и гуф читает рэп и даже 10 алексея скандалов вокруг этих двух персон очень много особенно учитывая склонность гуфа проведению трансляции в инстаграме хочу матерюсь это не нравится тебе если вам не нравится он гений провокаций хотя недавно их конфликт с айзой улегся даже ходили слухи что они встречаются снова но это оказалось неправдой после айзо алексея был романс к эти топу рей все началось цвета возрожденного центра и а студия пара неоднократно расставалась и сходилась снова разные слухи ох уж эти звездные парочки но как говорит сам гуф он перед к этим не оплатным долгу ведь она спасла ему жизнь кто поддержал тебя когда был полный сейчас сердце рэпера принадлежит юлии ковалевой много о данных отношениях мы не знаем но будем следить и держать вас в курсе всех событий олеся кафельникова и фараон идут дальше в нашем списке когда-то это была самая обсуждаемая пара в русском шоу-бизнесе возлюбленные то расставались то снова помирились и даже посвящали друг другу песни я сижу в короне забыв о фараоне зависаю на его рэп троне все темно обороне я вечно на обгоне мы могли бы быть лучше чем мы есть но ты зачем-то лечишь и не слову про болезнь я вроде хотел дать уверен сейчас олеся замужем за георгием петришиным и даже родила дочь по имени киара про фараона девушка забыла но естественно фанатам интересно как-то сейчас уже точно всем ясно что ничего у них уже не будет и фанатский интерес как к исполнителю так и к его отношениям понемногу увитают кстати что там с фараоном напомните пожалуйста далее речь пойдет о прекрасной жене джигана оксане самойловой эта пара пережила куда больше чем все остальные в нашем топе еще бы блогерша буквально спасала джигана от смерти хотя с таким-то образом жизни я качаюсь и бухаю что случилось качаешься и бухаешь да это совместимо вообще а сердечко это как не вываливается не ну спать надо набухиваешься спишь просыпаешься и качаешься я думаю вы сами помните когда джиган брил брови и ел офигенный хавчик вернул меня в чарты и вернул брови на первом месте семья как бы вы пережили даже сам артист не отрицает что из-за карантина сошел с ума и его жена вытащила его из этого состояния теперь они отдыхают всей своей прекрасной семьей в том числе и их дети на мальдивах так сказать на чили на расслабоне а я на чили на расслабоне я не спешу времени море делаю то что хочу ну что ж ребятки на этом все пиши в комментарии какая девушка по твоему мнению самая красивая и сексуальная а также давайте наберем у девчонок для следующего топа поэтому присылай имена красавиц в комментарии подписывайся на канал и делись этим роликом с друзьями но мы увидимся завтра всем пока академия порядочных парней